Каждый солдат российской армии владеет навыками рукопашного боя. Это эффективное использование ударной техники, совмещенной с приемами борьбы. В Химках состоялся первый всероссийский турнир по рукопашному бою среди членов военно-патриотических клубов. Порядка 83 участников. Все они входят в состав военно-патриотических клубов и объединений. И это нам говорит о том, что на территории Российской Федерации военно-патриотическое воспитание проводится на высшем уровне. Ребята полностью обучены, образованы, воспитаны и знают, что такое воинская дисциплина уже с малых лет. Возраст участников от 10 до 17 лет. С 14 лет разрешается выполнять удары ногами. Рукопашным боем занимаются как мальчики, так и девочки. Так Ева Хлупина, участница соревнований, отрабатывает ударную технику. Ранее она занималась боевым самбо. Будущая мечтает отслужить в армии и стать спасателем. Я участвовала много раз на турнирах. У меня папа военный. И я решила узнать, есть ли у нас в городе военно-патриотический клуб. У нас он был и есть. Но я решила вступить и продолжить все, что было у моего отца. На татаме юные спортсмены не щадили своих оппонентов. Не обошлось и без разбитых носов. Но как только бой заканчивался, бойцы пожимали друг другу руки и благодарили за отличный спарринг. Наши ребята, они всегда готовы ринуться в бой. Абсолютный настрой на победу у каждого подразделения, у каждого клуба. У них абсолютный настрой именно на победу. Но они не забывают про то, что они друзья. И то, что они дружат между собой. То есть география у них растет. И новые знакомые растут. Так что для них это мероприятие, даже можно сказать, соревнования проходят для того, чтобы встретиться с друг другом. Организаторы надеются, что теперь такие соревнования будут проходить на ежегодной основе. И география участников будет становиться все больше и больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова